Праздник состоится в любую погоду. Заснеженная Одесская область сегодня отмечает 86-ю годовщину со дня основания. Там организовали ярмарку с батлом по приготовлению голубцов. Что еще было интересного на гуляниях, видели наши корреспонденты. 26 палаток по количеству районов Одесской области. Задача каждой максимально ярко показать, чем богат тот или иной край. Прежде всего, участники ярмарки пытаются удивить гостей колоритом местной кухни. Хозяйки из разных сел даже устроили батл, чьи голубцы вкуснее. Публика голосует гривне, и у чего стала больше выручка, тот и победил. Мы должны наполнить банку денежками, это у нас конкурс. И подарить, даже дарим. Молдавская мамалыга, болгарская баранина, украинские пироги с капустой, гагаузское вино. И все это в сопровождении песен, слова которых из уст куста передаются в поколениях. Одесская область самая большая в Украине. Даже климат на севере и юге разный. Целью организаторов праздника было как раз передать эту уникальность региона. В Одесской области ждет 130 национальностей. У каждой национальности есть что-то свое. У нас каждый район отличается один от одного. То есть и свои кухня, и свои производители, и свои какие-то тонкости культуры. Дефиле в национальных костюмах, театрализованные представления, рассказывающие о народных обычаях и мастер-классы стародавних ремесел. Например, можно было научиться вязать веники и спроса, так же, как это делали сто лет назад. Рядом традиционные спортивные игры края. Молодежь может оценить, как развлекались их предки. А в этом павильоне настоящий ажиотаж. Здесь проходят поросячьи бега. Фаворит состязаний – участник в сером жилете. Площадь перед обл. администрацией тем временем заполняется бессарабскими ритмами. Это на сцене выступают музыкальные коллективы. В какой-то момент все сходятся в зажигательном танце. Традицию праздновать годовщину образования области именно в таком формате организаторы хотят продолжить. В районах обещают удивить чем-то новым. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер» – Одесса.